Россия в последние недели занимает все больше места в американской предвыборной кампании и местная пресса активно обсуждает новый всплеск кибервойны между Москвой и Вашингтоном как раз в преддверии выборов. Спецслужбы США пока не представили прямых доказательств того, что интернет-аккаунты журналистов New York Times и сайты демократической партии США взломали хакеры из России. Тем не менее, киберкриминологи в США не сомневаются в том, что за нападением стоят именно российские спецслужбы. С экспертами по кибербезопасности беседовал наш корреспондент Евгений Маслов. Скандал со взломом почты репортеров New York Times. Тему российских хакеров вновь вынес в заголовки новостей в США. О них теперь говорят как о самой серьезной угрозе американскому киберпространству. ФБР фактически сразу после того, как стало известно о попытке похитить данные сервера Нью-Йоркского издания, заподозило в атаке российские спецслужбы. Об этом не было сделано официальных заявлений, но большинство американских СМИ тут же сообщили о русском следе со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Более того, как стало известно, речь может идти о серии атак, затронувших не только New York Times, но и другие издания в Соединенных Штатах. Авторитетные американские средства массовой информации считаются привлекательными объектами кибератак, поскольку их репортеры зачастую имеют обширные контакты с известными политиками и правительственными чиновниками из различных ведомств и могут располагать данными и информацией, интересующими иностранную разведку. Возможно, в том числе и по этой причине в редакции New York Times сообщения о российских хакерах предпочитают не комментировать. Хакерские атаки были зафиксированы в последние несколько месяцев. Попытки взлома почтовых ящиков американских журналистов стали, как полагают американские эксперты, лишь частью более широкой кампании, включающей хакерскую атаку против Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба кандидатов президента Хилари Клинтон. Если за взломами действительно стоят российские спецслужбы, то почему им удается сравнительно легко пробивать защиту? Джастин Кэппас, один из ведущих экспертов в вопросах кибербезопасности технологического факультета Нью-Йоркского университета, считает, что проблема не в слабости защиты, а в том, что у тех, кто ведет кибератаку, всегда преимущество. Противостоять хакерам — это всегда настоящий вызов. Это то же самое, что обеспечивать безопасность, скажем, чего-либо дома. Есть много вещей, которые вы можете сделать в целях безопасности. Может быть, вам показалось, что проблема с замком, и вы установили замок получше, или еще один. Но вы и представить себе не могли, что кто-то может вскарабкаться по водосточной трубе на второй этаж и забраться в окно. Которая, как вы были уверены, недоступна. Неважно, сколько у вас замков. В киберпространстве сложнее защищать, чем взламывать. Тот факт, что именно русских хакеров американские спецслужбы подозревают в кибератаках, мало удивляет экспертов США. У IT-специалистов из России в целом репутация профессионалов высокого класса как в области создания программ, так и, соответственно, их взлома. В России, как и других странах, у которых есть ресурсы в области технологии и программирования, скажем, Китай, США, есть очень много специалистов-компьютерщиков высокого уровня. Так что Россия, безусловно, одна из стран, где очень много талантливых хакеров. По предварительной информации, атаки на издания «Нью-Йорк Таймс», кто бы за ними ни стоял, оказались безуспешными. Хакерам не удалось украсть никаких данных. Впрочем, это явно не последняя попытка взлома, считают спецслужбы в США и ожидают повторные кибератаки ближе к президентским выборам. Евгений Маслов, Анна Сатиани, Лев Чеснов, RTVI, Нью-Йорк.